Время инноваций на телеканале Губерния. Здравствуйте! О том, как технологии меняют нашу жизнь в ближайшие несколько минут. Эта осень началась с нескольких важных событий для сортап-сообщества. Инвесторы, бизнес-эксперты и владельцы стартапов собирались на двух крупных площадках. Об этом расскажу в первой части программы. Во что вкладываться сегодня, чтобы получить прибыль завтра, как из стартапа сделать приносящий доход бизнес? Бизнес-ангелы спустились с небес на землю, чтобы поделиться своими секретами успеха. Международный слет прошел в Самарской области. И вот, что нам рассказали те, кто свои миллионы уже заработал. География списка приглашенных экспертов впечатляет, как и средний чек выданных ими инвестиций. Проект сервиса интернет-целефония 400 тысяч долларов. Платформа для разработки мобильных приложений 800 тысяч долларов. Сегодня на волне стартапы в области IT-медицины. Это значит, что вкладываться в них нужно было пять лет назад. Пять лет назад я инвестировал в разную ерунду, потому что я был начинающим бизнес-ангелом и ничего из того, о чем я вам сейчас рассказываю, совершенно не понимал. Поэтому, конечно, очень важны такие конференции, где люди с каким-то уже сложившимся опытом и взглядом на жизнь могут рассказывать своим более молодым в смысле опыта, а не возраста коллегам о том, какие ошибки они уже совершили. Этим бизнес-ангелы и отличаются от инвесторов. Помимо финансового, они принимают и непосредственное участие в жизни стартапа. Делятся знаниями, полезными связями. В ангельское сообщество вступить готовы и самарские бизнесмены. Самарская область за последние 3-4 года совершила просто огромный прорыв из регионов, в котором инновации занимали, мягко скажем, не очень приоритетную роль в регион, в котором очень активно развивается стартап-экосистема, регион, который сотрудничает со всеми федеральными институтами развития. Что важно и для, собственно, экономики этого самого региона. Сегодня наша задача заместить те государственные институты развития, которые сформированы в нашем регионе, частными игроками. Чтобы у нас появилось как можно больше бизнес-ангелов, которые инвестируют на ранних стадиях, и заместить грантовую поддержку, в том числе федеральную. И, на мой взгляд, самое главное все-таки это изменить работу наших университетов. То есть коммерциализировать вузовские научные разработки на ранних этапах. Кстати, лет через 5 самыми доходными станут стартапы, связанные с интернетом вещей. Поэтому сейчас выгодно инвестировать в облачные сервисы, системы защиты информации, технологии «Умный дом». Крупнейший в России акселератор технологических стартапов Generation S начал региональный отбор проектов. Став его участником, можно получить знания по ведению бизнеса. А если повезет, найти потенциального инвестора. Подробнее о программе расскажу прямо сейчас. На презентацию крупнейшего в России акселератора проектов в Самару приехали представители ведущих треков. То есть направлений. В этом году их всего 8. У нас есть компетенция в космической отрасли, в автомобильной отрасли, в медицинской отрасли. То есть, по большому счету, скорее всего, там будет много заявок. По прошлому году могу сказать, что у нас в прошлом году мы уступили только в Москве по количеству заявок GNS. Самар, представляете, опередила и Санкт-Петербург, и Казань. Причем прийти к акулам бизнеса можно просто с идеей. А уж как из технологии сделать продаваемый продукт научат. Для участников десятки часов лекций и воркшопов по бизнес-планированию и маркетингу. Если же бизнес-модель выстроена, опытный образец выпущен, быть может и патенты получены, организуют встречу с инвестором. В прошлом году Андрей Бойцов принял участие в акселераторе. Его изделиями из карбона заинтересовался завод «Сатурн». Наша компания специализируется на разработке и производстве изделий из полимерных компетенционных материалов. То есть, мы занимаемся от проекта и до конечного продукта. Все наши какие-то идеи о том, как это может быть, на самом деле они претерпели глобальные изменения. То есть, в принципе, компания реструктуризировалась и на сегодняшний день она уже начинает существовать в измененном виде. Процесс этот затяжной. Предприятиям невыгодно вкладывать деньги в сырые проекты. Поэтому все технологические недочеты и юридические тонкости стараются решить на берегу, то есть до заключения договора о сотрудничестве. Те разработки, при которых к нам приходили стартапы, они в компании не могут появиться просто-напросто. Ну, например, там цифровой стенд проверки топливных форсунок. Раньше бы это были бы не окры, достаточно серьезное финансирование и так далее. Сейчас мы нашли такой механизм, который позволяет привлекать частное инвестирование к тем проектам, к тем проблемам, которые нужно решать компании. Владимир Платонов на стадию продаж со своей разработкой уже вышел. Газовый хроматограф, созданный в Самарском университете, закупается для экологического мониторинга профильными ведомствами. Но его создателям хочется поставить производство на поток и расширить рынок сбыта. Потенциальные области применения – экология, медицина, криминалистика. Прибор для анализа газов, выхлопных газов, газотурбинных двигателей и вот этот непосредственно прибор, который весит в 800 грамм, заменяет 20-килограммовый хроматограф для экологического мониторинга. Обладает автоматическим пробоотбором, высокочувствительным детектором. До 15 октября принимаются заявки на участие в акселераторе. Отобранные стартапы пройдут в федеральный этап. Кроме знаний и связей, участники могут получить и грант в размере до 2 миллионов рублей от одного из венчурных фондов. И еще несколько новостей техники. Автоваз презентовал гаджет для молодежи. На Тольяттинском автосалоне «Мотор Экспо-2016» представили 6 концепт-каров, среди которых «Лада Икс Код». Инновационный дизайн – вот чем надеются привлечь создателей аудиторию молодых покупателей, которым впервые предстоит приобрести новый автомобиль. В пользу отечественного автомобиля несколько перспективных решений. Турбомотор, полноприводная трансмиссия и платформа «Лада Коннект», которая поможет управлять автомобилем с помощью смартфона, а в перспективе пользоваться облачными сервисами. Размер, класс автомобиля, платформа, на которой он будет создан, не определены и определит их, похоже, покупатель. Автоваз собирается изучить мнение публики, в том числе по поводу цены на новинку. В Самарской области построят первую в России установку по производству синтетической нефти. Проект получил положительное заключение глав госэкспертизы. Об этом говорится на сайте госструктуры. Природный и попутный газ будут перерабатываться в высококачественные синтетические жидкие твердые углеводороды, а впоследствии в топливные фракции. Прогнозируемая мощность установки – 300 тонн синтетических углеводородов в год, и построена она будет на Новокурбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Подобный проект перспективен с финансовой точки зрения. Мировой рынок синтетических жидких топлив из продуктов переработки газа, по оценке экспертов, к 2020 году вырастет до 3,2 миллиардов долларов. К тому же такой шаг – сегодняшний необходимый соблюдение норм экологической безопасности. А на сегодня у меня все больше интересного в наших следующих выпусках. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok